Патра-патра-вичара-анамна-куруте-на-сапарам-бикшат Диа-ди-оба-бимар-саканахи-новакалопрати-кша-бабу Патра-патру-вичаранам-накуруте-насапарам-бикшате Диа-ди-оба-бимар-саканахи-новакалопрати-кша-бабу Гаудья Гошти-пати Сисилабхти-сидханта-сарасвати-гасвами-такур-правхупат Джагадгуру сказал Единственной обязанностью спутников Горанги Махапрабу Носить на своих головах корзину с Кришна-премой и от двери к двери распространять ее Искать тех, кто заинтересован в принятии этой премы Что Прокупат сказал Все спутники Махапрабу Единственной обязанностью С корзиной Кришна-премы От двери к двери распространять ее Жизнь их полна премы И так они проживают свои дни Они постоянно пытаются распространить прему среди обычных людей Среди тех, кто хочет это принять Среди тех, кто Махапрабу никогда не думает о том, кто достоин, а кто не достоин Кто бы не предложил Дандават Махапрабу автоматически обретает силу Махапрабу не делает различий Он хочет каждому даровать Голокера Прямодан Сокровенное богатство Но вопрос в том, кто готов принять это Трансцендентную личность Ачария Она не открывается каждому Не каждый может понять ее Не каждый может понять Трансцендентную личность Шри Гуру и Вайшнаву Поэтому порой такие люди становятся против Гуру и Вайшнаву Стараясь разрушить их проповедь Но Гуру и Вайшнавы никогда не претерпевают беспокойств из-за этого Трансцендентный образец поведения Трансцендентная личность Гуру и Вайшнава Не открывается каждому Они сами выбирают, кому являть себя Гуру, Вайшнав и Бхагаван Оставляют за собой право выбора Кому открывать себя, а кому нет Когда бы Гуру и Вайшнавы не приняли меня Не сказали обо мне, что ты мой Ты моя мать или моя дочь Когда это произойдет, будьте уверены Вы обретете силу Но если вы не поймете Выдающуюся личность Ачарии И не будете следовать ему В таком случае Это ваша ошибка И некого обменять в этом Гуру и Вайшнава Когда бы они не приняли меня Когда они Ты мой сын, ты моя дочь Когда они примут нас Будьте уверены Вы обретете Внешнюю силу В поведении, в характере В личности Ачарьев Присутствует одна важная вещь О которой говорит читание Махапрабу Это Дживедоя Который учил читание Махапрабу Обычные люди, которые В оппозиции с Гуру и Вайшнавами Не могут понять их настроение Они не могут понять, что Для Вайшнавов главное это Дживедоя Они постоянно думают Как распространить милость Среди Дживатм Радхарани Радхарани Изначальный гуру Поэтому, когда Прабхупат говорит о Радхарани На день ее явления Он говорит следующее Сейчас мы Собираемся предложить Пушпанджали Лотосным стопам Такого возвышенного гуру Чего имени напрямую Не упоминается Шримат Бхагаватам Того гуру Кто постоянно пытается Распространить милость Кришны Повсюду Высочайшую милость Кришны Радхарани постоянно пытается Распространить милость Шри Кришны Ты должен получить эту милость Я уже сказал Кришна это Объединенный слон И никто не может контролировать его Только Радхарани Дай Маи Только она может контролировать его В соответствии с наставлениями Радхарани С желанием Радхарани Кришна совершает то или иное действие Как это возможно Получить милость Кришна Это практически невозможно Мы лишь Теплим надежду Что по милости нашей гуру Варги Мы обретем ее Даже если я совершу какую-то ошибку По милости гуру и ваишнау Я смогу исправиться И пытаться Следовать Рупанука Гуру Варги Совершенным образом Так чтобы достичь нашей цели Обрести Прему И служить под руководством Рупы Манджари Обычно люди не могут этого понять Что бы они ни делали Что бы ни делали Представители нашей гуру Варги Они Делают это Исключительно Для Исполнения одной цели Чтобы Пролить на каждого Милость Чтобы организовать Дживе Дое Мы не можем понять Настроение читания Махапрабу Настроение Прабхупада Его Рада Анугати Это Очень сложные вещи Если С внешней Точкой зрения Мы видим Что среди вайшнавов Существуют какие-то Конфликты В служении Несогласия В служении Они не Не действуют для того Чтобы Ради своего собственного удовлетворения На пути Рада Анугати Тринада Писуничина Естественно Проявление Смирения естественно В действительности Гуры вайшнавы Рупануга предные Испытывают Такое настроение Что Я Ничто Что я представляю С себя Я Ничто Поэтому Махапрабу Плачет И говорит Прабу Ты можешь Принять меня Или Прогнать меня Прочь Я приму И то и другое Этот мир полон Личной выгоды Желания Личной выгоды Если Чита Устремления Нарушены Это порождает Конфликт Такова природа Этого мира Поэтому Махапрабу Плача Говорит Прабу Если ты Примешь Меня Или Прогонишь Я приму Это Я никогда Не оставлю Тебя Этот мир Полон Личной выгоды Если Такова Такова Грязная история Этого материального мира Так Было Есть Слай Интерес Этот мир Полон Камы Если Как-то Это общество Не соответствует Вашим желаниям Люди Готовы Убить Вас То есть Это Материальная Зависть Прокрыта Трансветная Зависть Также Ревность Ревность Зависть Она Присутствует Но Тут Речь идет О материальной Зависти И Махапрабо Учит нас На своем собственном Примере Что мы не должны Иметь никаких Возражений Никакого Неприятия Ты Мой Прананат Жизнь И душа Кому мне еще Стремиться Кому мне еще Обращаться Что бы ты ни делал Как бы ты ни Вел себя Я принимаю Кришна Единственный Кто Может Являть Кападбаб Если Бададжива То есть Парша Душа Живом Будет Вести себя Таким образом Являть Кападбаб Являть Кападбаб Только Кришна Имеет право На это Кришна Самый Выдающийся Вайраги Кришна Кришна Сейчас Может возникнуть вопрос Как же Примирить То есть Если вы Вайраги Соответственно Вы не должны У вас не должно быть Настроение Наслаждения Вы не должны Желать Наслаждаться То есть Это невозможно Одновременно Для меня И для вас Это невозможно Ни для кого В этом материальном мире Это невозможно Так что Вы Вайраги В то же время Вы наслаждаетесь То есть Вы отрекаетесь И наслаждаетесь Это невозможно Одновременно Но В то же самое время Все это Примиримо В Парам Парам В самом Кришне Все Несопоставимое Примиримо В Кришне Кришна Источник Всех Наслаждений Кто Может Соревноваться В отречении С Шри Кришной Чайтани С Шри Кришной Только Лишь Бхагаван Шри Кришна Может Совмещать Себе Несовместимое И Никакая Джива Не может Соревноваться С ним Амухам Зять Зять Сарабам Бхагаван Бхагаван Зай 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 Сколько Прасады Принимает Этот Саньяси Глупец Он не понимает Что бесконечные Бхагаванды Покоятся На Кончиках Волос Гауранги Бесконечные Бхагаванды Вращаются Он принимает Прасад Рис А тот Завидует Ему Бесконечные Бхагаванды Вращаются На Кончиках Волос Шри Кришны Необходимо Понять То Что сказано В Брама Санхите Мы должны Понять Это Осознать Не Просто Как Сухую Философию Я хочу Слушать Сердцем В Брама Санхите Сказано Санхите Санхите Возвращение следует... Если мы заявляем, что почему Кришна может совершать Раса Лилу, а мы не можем, почему он может, а мы нет. Только глупцы могут говорить такое. Мы не можем понять могущество Кришны. Почему Кришна является ту или иную Лилу? И также с Гуру Ваишнавами, с Богованом мы хотим соревноваться. И куда же мы отправимся в таком случае после смерти? Арагануга Бхакты плачут и молятся. Арагануга Бхакты плачут и молятся. Я умираю без тебя, Радхарани. Если ты забудешь обо мне, ты увидишь, что я умер. Я знаю, что я не квалифицирован, тем не менее. Ты можешь даровать квалификацию. Гуру и Ваишнавам могут даровать любую квалификацию. Необходимо лишь выразить предание. Когда вы говорите о Гуру и Ваишнавах, прославляя их, они дают силу. Главная причина, по которой мы испытываем слабость, это наши анардхи, пратишдха. Через харикатху мы можем удалить анардхи, увидеть анардхи, увидеть анардхи. И когда харикатха и киртан — это наше садхи и садхи. То есть садхи — это цель, то, что мы хотим обрести с помощью нашего садхи. Мы хотим постоянно прославляющий Кришну. Такова наша цель. И мы практикуем это же садхи, это же садхи также заключается в этом же. Все Ачалии говорят, что если Кришна является трансцендентным звуком, инкарнацией звука, если мы рассчитываем о этих темах, что Кришна — кали-кале нам-рупи-кишна-абута, Симат Бхагваджи Махбран — это трансцендентный звук, звук, звук Бхагваджи Махбрана. Симат Бхагватом — это воплощение самого Кришны. Почему же мы не готовы принять тот факт, что крошечные джилатмы — маленькие крошечные отголоски звуковые. То есть имеется в виду звуковая вибрация, то же самое. Таким образом, никакой обязанности больше у дживы нет, кроме как воспевать святое имя Си-Кришны. Я могу доказать, что все дживы... Это вопрос... То есть через... С помощью математики это можно доказать, что было сказано выше. Из-за майя дживы не могут чувствовать свою сварупу, знать свою сварупу. Главная их задача, главная их обязанность — воспевать славу Си-Кришны. Когда мы останавливаемся... То есть если кто-то не воспевает симптомом мёртвого тела, симптомом мертвеца — это когда этот человек не воспевает, слава Си-Кришны не совершает киртан. Если есть жизнь, то можно проповедовать. Если жизни нет, соответственно, проповедовать невозможно. Артхарани, Мандлярисаки, они... Прохупада, Бхактюната-Кур, они проповедники высочайшего характера. Во всей Вселенной никто не может сравниться с ними. Все эти вачнавы-последователи Артхарани, Ропагасвами. Жизнь — это Анугатья. Если вы преданы лотосным стопам горы и вачнавов, в таком случае, о чём вам переживать? О том, как жить, что говорить, бояться пратиштхи своего падения из-за этого? Зачем бояться об этом? Если я на коленях своего Гуру Мухараджа, как маленький ребёнок на коленях своей матери, он с распростёртыми ручками играется. Он полностью спокоен, у него нет никаких проблем, никакой головной боли. И также мы должны быть на коленях Бхакти Деви. Вы не сможете понять... Вы не можете понять то, о чём я говорю, поэтому... То есть... Чего бояться? Зачем бояться, что я могу пасть, если я устоп Шигуру и вачнавов? Если ложное эго полностью стёрто, в таком случае, я полностью предан Гуру Паду Падму. И в таком случае, полная ответственность за меня ложится на Гуру Паду Падму, за моё спасение. То есть, если вы стопроцентно преданны, этого страха не будет. Если это не произошло, то страх возникнет. По милости, Бхакти Деви, Такура Гуру Паду Падме и остальных вачнавов. Я говорю, они позволили мне говорить, поэтому я говорю. Настроение тех, кто в Анугате с Чиматератхаране эксклюзивно. Виспредсидент, да? Ты можешь наказать меня? Я нет другого пути, кроме твоих лотосных стоп, о Радхарани, о Гуру Кришны, у меня нет другого пути, единственный путь это твои лотосные стопы, ты можешь наказать меня. У меня нет другого пути, поэтому я припадаю к твоим лотосным стопам. Я знаю, что ты прольешь на меня рано или поздно свою милость. Дайами, ты должна понять, что одна маленькая птичка, в мире так много воды. Если мы поделим весь мир на части, то три составляющих его, это вода. И эта птичка, она принимает воду только определенного качества. Когда темные тучи, то есть эта птичка пьет воду исключительно из грозового облака. И Кришна не бросает ее в ее положение, то есть он снабжает ее водой. Она не думает о том, как же мне... То есть в этом мире полно воды, но она не принимает ее, она ждет кристально чистую воду из грозового облака. Мы ждем, когда у нас появится это настроение. Те, кто заинтересованы в том, чтобы встать на путь Рапану Габаджана, необходимо следовать тому, что пишет в своих киртанах Шила Бхактюнот Такур. Они напрямую описывают свои чувства. Каба-хаба-бола, Седина Амар. Когда у нас появится эта удача? Мы думаем, что мы удачливы, у нас много денег, всего достаточно, хорошо выглядим мы, хорошее тело. Но в действительности это не есть удача. На самом деле мы не удачливы. Когда сердце наше начнет гореть утром и ночью, как я уже сказал, наш Бхаджан — Випраламба-бхаджан. День и ночь мы должны плакать, плакать и плакать. Когда, говорит Прабхупат, мы испытаем разлуку с Кришной, это говорит о том, что у нас начался настоящий Бхаджан, мы начали совершать настоящий Бхаджан. Мы можем говорить, что мы принадлежим Гадья Матху, мы 40 лет назад получили дикшу и так далее. Но что говорит Прабхупат? Когда мы почувствуем эту разлуку, я думаю, что весь мир бесполезен, без Кришны, так молится Рупагаса Мпат. Я неудачлив, но тем не менее, я удачлив, потому что я получил даржан, моего Гуру Варги, моего Гуру Мухараджа, как Гуру Мухарадж танцевал, наверное, как он предлагал поклоны Джаганадху в 99 лет, он предлагал поклоны Джаганадху во время Радхаятры. Я никогда не забуду этого. Я глуп. Я не мог понять, сейчас, если Гуру Мухарадж по-настоящему на меня проливает свою милость, я понимаю, что я тогда прежде видел. В случае с Бхага Адгитой, в конце Бхага Адгиты Арджуна понял, осознал, что к чему. И вот я также не мог понять, в то время, сейчас же по милости Гуру Падмай, если он захочет, то я получаю эти осознания. Таким образом, все дело в реализациях. Без Говинда весь мир пуст. Это называется Випаламба Баджа. Первый момент — нет практического испытания, ничего. и это и есть Випаламба Баджан. Но как же мы можем это осознать? Говорить об этом просто, но осознать это на деле не так легко, потому что это полностью зависит от Гуру и Вайшнау. Если они благословят меня и дадут мне милость, в таком случае осознания придут ко мне. Благодаря своим личным усилиям я не смогу обрести этого. Все, Горак Шартас Бабжа Мухараш говорил, «Ари, ты можешь купить книги на рынке, Раса Татви и так далее. Где же ты осознание этого купишь?» То есть можно купить книги, но откуда реализации появится осознание? Когда ко мне придет такое состояние? Шикшаштыкам не так проста. Все шастры, написанные нашими Госвами, в действительности объясняют Шикшаштыкам восемь шлок Шикшаштыкам. Таково состояние Рупануга Баджана. И я прошу вас понять, что Гопи, Радхарани, Лолита, Сакия Вишака, все Гуно Манджари, все Сакхи Манджари на самом деле являются нашими гуру. Они учат нас, что необходимо всем сердцем, умом и телом и телом и речью, всеми органами чувств, служить ли Кришне. Бросив вызов Майя, мы должны совершать служение Кришне. Ты не можешь остановить нас. Мы не хотим больше служить Майе. Этого достаточно в нашей жизни. Органы чувств дают мне сигналы. О, я хочу это, хочу это, хочу такое-то наслаждение. Я был как слуга. Чтобы не говорили мне делать мои глаза, я сразу же старался исполнить это. Когда язык говорил мне, сделай это, я просался выполнить его желание. Когда уши говорили мне, я хочу слышать то-то, я также хотел, я исполнял их желание. И так вся моя жизнь прошла. Искренне. Искренне. Я служил всем моим органам чувств и уму. Тем не менее. Я так и не смог их удовлетворить. Я старался изо всех сил. Тем не менее. Они так и остались неудовлетворены. И это естественно для материального мира. Неудовлетворенность естественна для материального мира. Где тут удовлетворение в этом материальном мире? Кто-то может заявлять, что они испытывают удовлетворение. На самом деле это ложь. Потому что нет удовлетворения в этом мире, оно свойственно лишь для трансцендентного мира. Для того, чтобы достичь его, необходимо оказаться в духовном мире. Но даже там удовлетворение, это как яд с самритой. В материальном мире мы не сможем найти настоящее наслаждение в материальном мире. Вся наша гуру Варга, Ларита Вишака, все они наши гуру, которые являют нам способ, с помощью которого мы можем совершать Мишут Хасеву, чистое служение. Они наши учителя, учителя чистого баджана. Не следуя им, никогда мы не сможем развить даиньо, настроение служения, качество для служения. Когда я начну чувствовать, что мой гуру Дев такая-то манджери, как идиот, то есть я не могу спрашивать гуру Дева, гуру Дев, какая у тебя сварупа? Истинный и настоящий ученик гуру Падма не будет спрашивать, он почувствует это в сердце. Зачем спрашивать? Вы должны чувствовать это в сердце, почувствовать в один день. Если вы полностью объединили свое сердце с гуру Падма, вы должны почувствовать его, почувствовать его сварупу, сгармонизировали свое сердце с гуру Падма Падма. Рамачандра три дня, как гуру Дев ушел, никаких симптомов жизни не было. Рамачандра Пури говорил, дайте-ка проверю, дайте я проверю, правда ли он ушел. И Рамачандра Пури сидел рядом с гуру Падма, пытался предлагать ему поклоны, начал медитировать на лотосные стопы гуру Падма. С помощью этого он хотел увидеть, что есть что. Только лишь лотосные стопы могут помочь нам в трансцендентном мире увидеть все, как оно есть. Есть ли у вас такая возможность? Совершаете ли вы баджан такого порядка? А Рамачандра Рамачандра медитировал на лотосные стопы гуру Пада Падма. И он не осталось ничего, кроме лотосных стоп в его видении. И тогда он увидел, что гуру Падма сейчас пошел на ему, а тут люди, внешние люди плачут, где же гуру Падма? А он сейчас на емуне. Симатирадхарани. То есть мы должны медитировать на лотосные стопы гуру Дева. И когда ничего, кроме них, не останется в поле моего зрения. Сейчас я вижу различные источники наслаждения. Браджаваси поют в наши дни во Вриндауне. весь материальный мир подобен сну для меня. Так поют это традиционные песни Браджаваси. Я не вижу ничего, кроме лотосных стоп гуру Дева, потому что с помощью них я увижу все. Они явят все мне. Таким должно быть наше настроение. не в таком случае мы сможем обрести осознание. Наш односторонний Браджаван, имеется в виду, наверное, что мы видим предмет с одной стороны и поэтому у нас появляется много сомнений и недопонимания, которые захватывают наше сердце. В этом вся проблема, ни в чем больше. Когда вы видите, что в Нитя-Дхаме и что среди представителей Гуру-Варги какие-то ссоры, разногласия, вы не должны понимать это неправильно. Вы должны знать, что они представители наши Гуру-Варги. Это наши Гуру-Варги. Как говорят, я могу дать final conclusion с Гуру-Мархи и what is final conclusion tomorrow you can hear if Гуру-Марги и Пропа will bless me Бактимир Чакур then you can hear this way I can speak tomorrow clearly but here in this material world always about the Vagni and Riva in this material world there a 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 Конечно, это источник Амриты. Рупа Гасаэм подпишет в «Видадамадове». Я не знаю, хватит ли мне жизни, чтобы достигнуть этого. То есть, где сейчас моя Гуру Варга, и где я, насколько я падший? Где Рогануга Рупануга Бакты, и где я? Так молится Парам Паджи Паджи Даргасаэ Махарадж, выражая свое смирение. Если же он не квалифицирован, почему же тогда от него Парам Пхупат в последние свои, перед своим уходом, захотел услышать этот Бажан, в сиропа, в Манджаре, Пада. Радха, Анугатва, Радхадаси, Радхатхи, 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 и почему он не хочет? Здесь есть вопрос, вы знаете, Базар? Рапа Гасаэмпай описывает свои собственные переживания по поводу Радхарани. Он описывает ее настроение. Махапрабхи говорит, что я никогда не слышал ничего подобного. Столько я слышал про славления Харинама, но ничего подобного этому я не слышал. Тут описываются прямые ощущения Шимати Радхарани. Она говорит, что я хочу тысячи ушей, миллионы ушей, чтобы слушать славу Кришны. Чтобы смотреть на Кришну, необходимы миллиарды глаз. Что я могу увидеть двумя глазами? Таково чувство, когда Анурага приходит, который возрастает день до дня. Таково ощущение Шимати Радхарани. И это было возможно описать только Рупи Гасамкадам. Кто может понять влияние Кришнанама и Кришнарупы? Когда према Кришна... Когда према Кришна... То есть материальным миром зависть, ревность полностью запрещена. Да, но что же такое ман? Это нечто сладостное. Нашим умом мы не можем понять. Исключительность, уникальность того, что переживают во Врадже. Последние стихи Гопи Гиттой говорится... Санатан Гасампад говорит... Выражает... Говорит, что таково настроение Шимати Радхарани. Радхарани... Радхарани, говоря таким образом... Это высочайшее выражение смирения. Примеры этому мы нигде не сможем найти во всей Вселенной. Ее настроение... Ее переполняет глубочайшее разлуком. То есть Санатан Гасампад говорит, что последняя шлока принадлежит Шимати Радхарани. Она говорит Кришне, что... Обращается к Нему, говоря, что... Ты босиком ходишь по Враджу. Там полно колючек и острых камней. Наверняка тебе очень больно. И лотосные стопы твои мы хотим водрузить себе на грудь. Но в сравнении с твоими стопами наша грудь слишком твердая. Таково смирение. Гуру Варгу говорит... Гуру Варгу говорит, что мы должны этот стих применить также и в свою жизнь. Мы должны понимать, что... Мы должны понимать, что анардхи сравниваются с камнями, колючками. Как же Кришна может... Как мы можем установить лотосные стопы Кришны в своем сердце, когда там все наполнено колючками и острыми камнями? Мы не можем позволить Кришне уйти из нашего сердца. Мы должны завязать... Закрыть... Закрыть наше сердце, чтобы Кришна не ушел оттуда. Те, кто испытывает Кришна према... Такого характера... Она подобна как яду, как яд. Свежий, свежий яд. То есть, према действует двояком. С одной стороны, она подобна нектару. Но та же самая према... Иногда превращается в яд, становится подобна яду. Как же это возможно понять? Необходимо оказаться в Духовном мире, и тогда вы сможете это осознать. То есть, према может заставить вас испытывать горечь и сладость. Махапрабу говорится, Анатония, как сахарный тростник. Сок из сахарного тростника. Когда он очень горячий, к ним невозможно прикоснуться, но тем не менее он вкусный. Я не могу жевать, потому что он очень горячий. Я как бы обожгу свой рот, но в то же самое время он очень вкусный. И вот такие противоречивые чувства полностью сопоставимы во Вриндаван-адхаме. Поэтому Радхарани выражает такое настроение. Разлука с Кришной невероятно больна, то есть невероятно причиняет колоссальную боль. Тем не менее, в этом сладость. Мы хотим плакать, но плакать в разлуке с Кришной. Это приобретает величайшее значение. Когда мы начнем плакать в разлуке? Сейчас мы думаем, что все в порядке, деньги есть, все хорошо. Все у нас хорошо. Но когда мы поймем, что все это бесполезно, что все это бесполезно, тогда почувствуете настроение в Раджа Гопи. Потому что они наши учителя. Они учат нас. ПРИЯЖАНА ПРИЯЖАНА пока я то есть у нас есть глаза но мы хотим увидеть но мы не можем не можем увидеть нам необходимо сила глаз мы можем получить это только тропа много предных в таком случае мы сможем понять что все все эти правила нашего дарма все правила предписания все на самом деле бесполезны это просто препятствие на пути к моему служению такое такое стри не придет если мы будем следовать рупа нога куроварги так как 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 Продолжение следует... То есть у нас есть глаза, мы хотим видеть, но разве мы можем? Мне для этого необходимо особое зрение. Мы сможем обрести его только по милости Рупануга преданных, тех, кто находится в линии с учетами Махапрабху. В таком случае мы сможем видеть и понимать, что все правила бесполезны. Препятствия на пути моего служения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто может понять настроение таких преданных? Сердце... У них огонь. Когда змея кусает, появляется ощущение жения... Сильного жения... Когда Кришна Вираха разлука с Кришной причиняет боль... Эту боль нельзя сравнить даже с материальной болью от укусов змеи. Ядовитые змеи... И такой тип от больного жения, Вы знаете, Вы знаете, Возвращение в переде этого материала, Вы знаете, Позор, который существует в материале. Иногда Радхарани чувствует... Что... Она чувствует... Яд и Амриту... Одновременно... Она говорит, Мы не можем... Оставить... Мысли о тебе... Когда... То есть... Мысли о тебе постоянно жгут наши сердца... Но мы не можем оставить Харикатху, То есть... Разговоры о тебе... Как объяснить это? Просто невозможно... Это за пределами наших возможностей. Рай Рамананда... Говорит Махапрабху... Приданные в линии Рагануга... Совершают служение под руководством Гопи Манджари... И только такие предные могут обрести... Почувствовать разлуку, наверное... Скетчаут... Потому что... Otherwise... Узлез... Tomorrow... Совершенство Кришны Прямы... Всем нам... Рай Рамананда... Выступает как инструмент в руках Махапрабху... Жизнь за жизнью... Если... Вы будете... Все мы будем служить Кришне... В поисках гьяны... Такие личности не смогут отыскать Браджандра Нандана... Обрести Браджандра Нандана... Мирабхай не смогла обрести Браджандра Нандана... Потому что она не была в одной линии с Радхарани... Она совершала замечательный Браджандра Нандана... Но она не была в линии с Радхарани... Поэтому в конце концов... Когда она... Пела... То есть, то настроение, в котором она поет... Присуще только Брендавану... Она целую... Всю жизнь совершала Браджандр... Тем не менее... Она не достигла успеха... В этих чувствах... В развитии этих чувствах... То есть, она совершала замечательный Браджандр... Либо под руководством Радхарани... Всю жизнь она... Плакала и воспевала эту песню... И в конце концов, она обрела свои ситхи в Двараке... Будьте осторожны... Будьте внимательны... Попытайтесь понять это... И, понимаете... Какая экселенность там... Так что Кришна Бхагаван... Вы можете найти... Мне никогда не нравится... Никогда не нравилось, когда кто-то молится мне и служит мне... Мне нравится... Как... Кришна говорит... Мне нравится, как гопи ругают меня... Они могут... Разными словами обзывать меня... И Кришна... Думает, что их слова подобны меду... А у нас жизнь... В жизни... Деньги... Деньги... Слаще, чем мед... Но у них мед... Другого порядка... Бхагаван... Бхагаван... И Кришна говорит... Бхагаван... И Кришна говорит... Это нам... Мы можем идти к нам... Но... Вы знаете... Мы чувствуем революция... Как это возможно? Селом Си Кришна говорит... Селом Си Кришна говорит... Такие слова... И нам кажется это... Невозможно... Что... Шимати Радхарани... Ругает меня... И это... Ее горькие слова для меня гораздо больше, чем все ведические гимны и так далее. Что они могут сделать? Они могут получить какие-то результаты. Става и стути. Убирайся отсюда. Убирайся, я не хочу больше видеть твоего лица. Это ман. Гнев. Как можете вы понять это с помощью своих материальных чувств? Когда Прия, Шамати Радхарани, говорит Кришне убираться, Кришне говорит, что я люблю это очень сильно. Мне очень нравится слышать обзывки, ругань из уст Шамати Радхарани. И, возможно, это только для Нандолада, не Шикришне. Возможно, это только для него, не для кого больше. Мы очень удачливы, что сейчас мы в Новодвипе, в этой линии. Тем не менее, мы неудачливы, потому что мы не в состоянии обрести это сейчас, понять это сейчас. Такие сокровища ждут нас. Нет, не сыскать нигде таких сокровищ больше, кроме как здесь. Ни с какой Сомпродай невозможно сравнить это. Тем не менее, мы заняты в политике, славе, деньгах. Профопад говорит, Если я не Шкинчана, и у меня на самом деле ничего нет, но даже мне завидуют, что у меня есть, и у меня ничего нет. Ни с какой-то людей слушает Харикатху, я стараюсь рассказывать Харикатху, таков мой баджан. Но если кто-то вставляет палки в колеса, в этом нет ничего хорошего. Те, кто совершает свежения, полностью погружены в это, у них нет времени ни на что иное. И те, кто препятствуют проповедям таких вошналов, Вообще, те, кто препятствуют проповедям, не будут впрощены. Вы хорошо говорите, что сейчас, в нынешнее время, очень много препятствий оппозиции. Таким образом, когда Шимати Радхарани, прия, обзывает меня, говорит, ругается на меня, это более приятно для меня, чем веда и с хутием. Теперь постарайтесь понять превосходство Гопи Пряма. Если этот тончайший аромат, если этот тончайший дапах Айшвария присутствует, то вы не сможете... Это не приносит Кришне счастья. Такого, как... Лакшмидеви излучает... Из тела Лакшмидеви источается аромат, подобный лотосу. То есть, описывается, насколько прекрасно она... Рукмини и так далее. Субтитры создавал DimaToram. Субтитры создавал DimaToram. Бога в этом сказано, что на нашей Кришне совершает лиловую игру, выражая высочайшее почтение Гопи. В бесконечном мире никто не может ожидать такого почтения от Кришны. Кришна дает все в Гопи. Та любовь. Тот Прасад. Как Лакшмидеви может ожидать такого... Такого Прасада. Лакшмия... Постоянно пребывает... Постоянно пребывает... Постоянно пребывает... Постоянно пребывает... Что говорить о материальных женщинах, когда... Женщины с райских планет Сварги... Постоянно пребывает... 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 Они бросают пушку, цветы. В Гопи-гити это также описано, что они приходят и смотрят на Кришну, не могут остановиться. Что поделать, у них нет возможности принять участие в Рас-Алюле. Но они бросают цветы. Есть нан-нан-канан, что-то любое, что можно ожидать. В целом, вы можете дать павали, павали, один путь. Это называется Саргей нан-нан-канан. Нан-нан-канан об Хевен. Расские цветы. Они собирают цветы там у себя и бросают. Маххангарат-и прасадха сар-часритоси там наринагандар-учаам куту аныхан. Расас-саде ассо в ху-джадан-грихит-ганто лабдха, си-сам, ю-пут гад бaja sundаринам Где мы можем ожидать этого типа любви и страха, Махараджи? Неудобно, неудобно думать. Неудобно, мы не можем. Мы не можем ожидать. Махаправо, вы знаете, слышно. Тогда Татэдисханту Лукхи Куриловайон, Махаправо также дает этот аргумент там. Он спрашивает, почему Лукхи не может обрести этого? Она пытается, но не может войти во врадж, получить служение во враджа. Лукхи Куриловайон говорит, что она старается за всех сил, тем не менее не может обрести возможность служения во враджа. Как же мы можем ожидать, можем надеяться на это, на то, что невозможно обрести саму Лакшми? В 10-й песне говорится, что гопи с болью на сердце воспевают гопи-гиту. Это вопрос пхавы. Гопи-гита 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 Что тут от этих глаз? Видеть лотос на стопе Кришна. Гопи-гита Гопи-гита Гриндавандас Такур говорит так же. 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 Это настолько возвышенно, мы даже не можем представить, как это возможно. Но быть уверены, что это ждет нас. Ждет нас, потому что это наше сокровище. Сокровища в руках Баксима Токура, Рабхопады, Баксима Токура и других простителей Гураварги. Почему же мы не можем получить это? Они хотят помочь нам взять это, обрести это. Почему же мы не можем принять это? Завтра я расскажу Лилу Гураварги Махапрабу о том, как он скрывал сам себя. Сейчас же я скажу о Камгайтре. В противном случае, это не освящено знанием, останется неосвященным. Я начну с того, что хотел сказать об этом Махапрабу. 92-я шлока Читанчиритамрите Аделилу. Махапрабу, Сан Кришна. Говорит. Поэтому в этом нет никаких, не должно быть никаких сомнений. То же самое Махапрабу говорит в Гайтре. Это очень глубокая философия. Сложно объяснить. Это вопрос реализации осознания. В 4 утра нужно подниматься рано утром и сконцентрировать свое ум на латусных стопах Ши Гуру и повторять Гуру Мантру Гуру Гайтре. Гуру Мантра очень полезна. Вы можете обрести знания. Это Сарасвати Бич. Какого значения? Махапрабу объясняет. Махапрабу объясняет. Махапрабу, Сан Кришна говорит. То есть в этом не может быть никаких сомнений. Это очень глубокая философия. Вопрос осознания. Невозможно искусно заставить вас понять. То есть нужно вставать рано утром. Повторяйте Гуру Мантру Гуру Гайтре. Как долго вы будете жить? Как глупти. Как глупти. Вам что нравится, это когда вас называют глупыми. То же значение, которое дается пранава, пранаве мантре, и которое дается в читер-шлоках, красище, и гайтри мантре. Погулять. Субтитры не видят. Мухаммару. Погулять. Погулять. Вы не будете никогда Ничем сбиты с толка, если вы сможете понять Значение этого, это то, что Кришна Говорит Браме, Чатаршлоке Багаватам Несмотря на то, что ты Возглавляешь То есть управляешь всем Творением, ты никогда Не столкнешься с проблемами Обещает Кришна Внутреннее значение Чатаршлоке Передается и в Гайдре Целиком я не могу произносить Потому что это запрещено Кришна Горадж Гасвами Гару Пуран Вся веданта Может передать полное значение То есть передает полное значение Поэтому отдельный комментарий не был необходим На Гайдре мантры Ну Что ж То есть И потом Возникла ситуация, когда Стали люди говорить, что Нету Гауди Веданта Баши То есть комментариев на Гауди Веданту И тогда они начали Говорит, что Сам Продайна Что Сам Продайна Наше неправильное И поэтому Баадо Федебушин написал комментарий. Варго означает солнце, Сурья, Дхимахи. Они дают вдохновение, вселяют вдохновение в сердце мне, потому что без вдохновения невозможно совершать духовную практику. Гита Прабочан обладает очень глубокой философией. Даже самая первая глава Багавадгиты полна таинств Шанкарачария, Майавади. Когда он писал комментарии на Багавадгиту, он начал со второй шлоки. Много таинств там, если кто-то не понимает первую шлоку. Гита, он просто ноль, он ничего не понимает тогда. То есть там много таинств. Знаменитая шлока Годиасам Прадая. Все гай-три, которые есть. Говорится, что вся любовь, все вы можете получить из Шимат Багаватам. Есть много глубоких тем там, сокрытых. Глупцы пытаются запрыгивать наверхушку, как обезьяны. Это может дать вам впечатление. Когда вы прочувствуете эту шлоку, вы ясно увидите, как Нандандаш Шикишна сидит на троне. А вокруг он сидит под деревом, исполняющим все желания Калпаврикшу. Калпаврикшу. Окруженный коровами, и пастушки Бражат Хама, девушки Бража, так же вокруг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Столько вещей, сокрытых здесь Наш интеллект, наш разум Трансцендентный Разум может Находиться под руководством Кришны В таком случае Мы будем в безопасности Когда В гите Кришна Выступает как колесничий Управляя Колесницей Арджуна сидит В карете за ним И в сердце каждого Пребывает Кришна И наверное, когда Кришна Выправляет сердцем То мы не будем Испытать никаких проблем Не пытаясь сделать Немного ошибка Это Это Мантра 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 В Браво-сангите 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 Испока у Нарайны распустился лотос, стебель, а на нем лотос, и там появился Брама, и он не мог понять, откуда я, кто я такой, вокруг лишь темнота. Затем он услышал звук тапа, 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 означает аскезы, совершай аскезы. После того, как Благаван был удовлетворен, он захотел дать инициацию Браме, он произнес эти мантры, Браме Биджа мантры, Крашна и так далее, и затем Сваха. Он сказал, что все, что ты захочешь, ты можешь обрести с помощью этих мантр. Чайтанна 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 представлена замечательным образом. Тамсказана. Приндаване, юга-питхе, калпату-рубане, ракна-мандаба-твахи, ракна-сингхасане. Сикабриндаба-си-ачен, бра-жан-на-нанган, мадур-жа-прокаси-карен, ёгат-мохан. Чайтанна чайтанна-чайтанна-нанган, в Вриндаване есть йога-питхе, превосходное место, где... Все украшено драгоценными камнями, и там Симхасана трон. Бхатюна Таккор описывает это в утреннем арате. Бхатюна Таккор Утром, возможно, вы поете, но вы не думаете, что там говорится. Не размышляйте о том, что сказано там во Вриндаване, на йога-питхе, на Симхасана, все сайки пытаются удовлетворить радуговинду, имеется в виду, оказывая служение. Бхатюна Таккор описал это совершенство. То же самое, что содержится в читании чайтанна-чайтанна, где Бхатюна Таккор описал в форме киртана. Бхатюна Таккор Брама медитирует на мантры и может видеть все, что происходит во Вриндаване. Тогда как же мы можем заявлять, что Брама не обладает никакой расы в сердце? Сухие аргументы, доводы. Очень ясно сказано, что... Что такое Штатара? Мантра... Двадцать... 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 В Гупал Тапани... В Гупал Тапани Упани Шадди... Брама говорит с Санакади... За всю свою жизнь... То есть я медитирую на это всю свою жизнь. Когда вторая часть жизни прошла, Кришна явился передо мной как мальчик-пастушок. В тонкой форме все содержится там. Все таинства, лилы, раса... Все находится внутри мантры. Также, что Тарасакшар мантра Бактимина Таккор будет объяснить? Я нет времени объяснить, чтобы вы не понимали. Что-то Тарасакшар мантру объяснил Бактимина Таккор. Очень сложно понять, но это необходимо сделать. Как мы можем совершать Баджан, если мы не можем понять этого? Также, необходимо понять, что есть трансцендентный Камбан. Трансцендентный Камбан. Трансцендентный Камбан. То, что тут в этом мире испытывают юноши и девушки, это тоже своего рода Камбан, но материального уровня, наверное. Таким образом необходимо понять Камбидж. Камбидж. Панчо, пять kinds of flowers. Very soft flowers. Its meaning, inner meaning is... There is a great Amrapul, Mango Mukul, Mukulman's crown. Продолжение следует... 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 Я буду стараться. Я буду говорить по субботам и воскресеньям. В субботу я буду говорить о Бхагавадгите, воскресенье, что-то еще, как говорится, о картике. Это бесконечный океан. Я буду стараться изо всех сил. Сейчас хочу сказать о том, как завершить пуршатам врата. Прежде всего, важно то, как вы начали пуршатам врату. Я говорил вам, как повторять харинам, как повторять мантры. Вы повторяли ли вы, поливали ли вы в Туласе, предлагали ли огонек. То есть вы следовали всему, чему должны следовать Вайшнава. И для Вайшнава вся жизнь это картик врата, поэтому вы хотите быть как Роганага Бакты. Постарайтесь понять, что пуршатам врата в этом году, каждые три года он возвращается. Прежняя пуршатам врата была летом в июле-июне, сейчас дошла до чатурмасси. Когда вы прерываете чатурмасси, вы начинаете вкушать горчичное масло, баклажаны. Если вы ели сейчас только вареное, то вы можете начать вкушать сырое, овощи сырые и так далее. Завтра пуршатам врата заканчивается. Мы можем начать плакать, почему ушел этот месяц. В календаре я видел, что около двух часов титхи сменяются вечером, ночью. То есть паран с Акадыши тут совсем другое. То есть если вы 16-го числа будете еще следовать, в прошлом месяце, на следующий день вы можете прервать 17-го. ночью нельзя стричься, бориться. Несмеется это прервать врату. Не значит, что можно начать делать все, что захочется. Те, кто болеет, они могут делать то, что необходимо для тела. И главная задача врат — углубить наше бахти. Если это не способствует вашему бахти, какого смысл в них? Не пытайтесь прекратить повторять лакхи и так далее. Я обещаю, что вы обретете результаты этого, если вы избежите аппарата. Это очень важно. Посмотрим ноги. Мы стараемся прикрыть автоматически. Данный день смеется камень... Я буду спирать терминист в дам и в administración. Это дорого и нормами.